МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем здравствуйте! Сегодня мы решили посетить соседний Костромскому региону, а именно Ивановскую область. Но выбор пал на город Кинишма не случайно. Кинишма долгое время относилась к Костромской губернии, так что в какой-то степени можно называть этот город и Костромским. Первое упоминание о городе Кинишма, точнее, о поселении в этих местах, дотягивается еще II-III веком до н.э., когда в Веложье и финно-угорские племена Мерия. Про Мерия я рассказывал в предыдущих видео. Дремя, как оказывается, достаточно большое. И нужно отметить, что в этих местах оно тоже проживало. Именно крупное поселение городского типа, можно так сказать, Кинишма упоминется еще в 1504 году при правлении Ивана III. А статус города Кинишма получила в 1777 году, а до этого времени она считалась как слобода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Вообще Кинишма это достаточно интересный и старинный город Здесь очень много различных достопримечательностей Но вот одно из новых достопримечательностей, которые не относятся именно к истории этого города Это новые фонтаны на площади И вообще здесь проходила недавнее время реконструкция Здесь отремонтировали как раз брусчатку Также здесь недалеко расположен музей валенка Между прочим, здесь в этом музее самый большой валенок, который занесен в Книгу рекордов России А также самый маленький валенок, он всего лишь 6 мм высотой В этом небольшом парке, который местные жители называют как золотая клетка Есть несколько скамеек, которые, поверьте на слово, стоят очень дорого Каждая скамейка обошлась городскому бюджету порядка 1 млн рублей Хотя скамейки очень классные, они стоят уже не первый год И выглядят они просто замечательно Также здесь рядышком расположена часовня Посвященная одной из скорбных дат истории этого города По преданию, когда происходили битвы с польско-шведскими интервентами здесь Как раз местные жители укрылись в церкви Но разбойники сожгли эту церковь со всеми жителями, которые укрылись внутри Таких часовен на территории этого города две Продолжение следует... Достаточно интересное местечко А вот те самые камейки, которые, как говорят местные жители, обошлись бюджету порядка 1 млн рублей каждое Вообще отремонтировали достаточно хорошо Посажены цветочки, есть подсветочка, интересные фонтанчики То есть есть на что посмотреть А вот как раз напротив те самые старинные, известные торговые ряды красные Они так и называются красные ряды Субтитры создавал DimaTorzok 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 На одной из главных площадей в Кинишме стоит памятник воеводе Федору Бабарлину В 1609 году он возглавлял местное ополчение при борьбе с польскими интервентами Это были смутные времена Обе битвы, которые состоялись в этих местах, он проиграл Но тем не менее, ополчение Дмитрия Пожарского и Минина, которые шли с Нижнего Новгорода Встретились здесь и двинулись уже ближе к Костроме, в Ипатьевский монастырь Где начиналось с 1613 года правление Романовых Как раз закончился род Рюриков и начался род Романовых Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас я вам немножко расскажу о одном очень важном сооружении Которое как раз в Кинишме есть, в какой-то степени ассоциируется с этим городом А именно о Никольском мосте Мост этот очень красивый, интересный и имеет достаточно необычную форму Во-первых, он достаточно крутой, поскольку он связывает две реки Это местную реку Кинишемку и Волгу То есть Кинишма впадает в реку Волгу Этот мост был построен в 1956 году взамен старого моста Старый мост не отвечал уже тем требованиям, которые предъявлялись Так как в этих местах было построено много водохранилищ И уровень моста предыдущего уже не отвечал нужным требованиям Его частично разобрали, частично затопили А так на его месте в 1956 году появился вот этот новый красивый мост Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»